Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне И только с момента нападения Гитлера на Советский Союз Начинаются уже строиться планы после победы над Гитлером До вступления в войну Советского Союза Никаких, так сказать, идей насчет того, кто победит, еще не было То есть они прекрасно понимают, за счет чего, за счет какой массы героизма и жертв Они получили ту Европу, которую так сейчас гордятся Потом начинается изменение, если вы сегодняшнего молодого человека на улице спросите А в чем преступление Гитлера и кто победил? Вам 90% скажут, преступление Гитлера это уничтожение евреев И отсутствие американской демократии, он не был демократом Ну, я на то всегда могу сказать, что вообще устанавливать в себя демократию или нет Это внутреннее дело любой страны И если внутренние порядки не навязываются остальному миру То тогда и нечего вмешиваться Нет, никто не говорит уже о расовой доктрине Гитлера О природной неравнородности людей и наций Которая оправдывала как раз претензии на те территории, на те страны и культуры Которые вообще никогда не были в орбите немцев Никогда, даже в годы холодной войны Когда антикоммунизм, как идеология, особенно в американской внешней политике Был не менее сильной идеологической составляющей, чем у нас коммунизм в нашей идеологии Никогда никто не отождествлял коммунизм и нацизм Сейчас же чуть ли не общим местом стало в политологии Что это два кузена, почти одинаковые доктрины Предполагающие отсутствие демократии Потому что главный критерий – отсутствие демократии И здесь я не единственная, кто восстает, как ученый, прежде всего Против такого примитивного и антинаучного сравнения Потому что коммунизм – это детище философии прогресса Двоюродный брат как раз либерализма Конечная цель – это всемирное, глобальное, безрелигиозное, безнациональное общество Субъектом движения, так сказать, творцом такого проекта является в коммунизме класс То есть интернациональная общность, а не национальная А субъектом в либерализме является индивид, тоже такой гражданин мира Нации там и там нет В гитлеровском нацизме нужно было благодетельствовать свою нацию и положить к ее ногам весь мир В коммунизме, наоборот, надо добиться мирового счастья И на алтарь этой задачи можно положить даже все национальное И большевики, кстати, не скрывали, что Россия – вязанка хвороста для мировой революции И не только я, вот в предисловии к моей книге, опубликованной на французском языке в Париже Написанным крупнейшим русистом Франсуак Савье Кокеном, профессором Коллеж де Франс Он тоже протестует против этого как совершенно антинаучно Говорит, нельзя сравнивать кита и слона просто по их величине и весу А я привожу независимо другой пример Ученые и биологи подняли на смех того, кто объединил в один вид гусеницу бабочки и медвежонка коала Только по тому признаку, что они едят листья эвкалипта Но главное другое, с каких пор момент, когда начинается вот это извращение, изменение трактовки смысла войны Я вам скажу, это 70-е годы Вышли труды германского историка Эрнста Нольта Который не был признан и сразу был записан в такие амфанты Риббольд, диссиденты Он не политкорректен, но его вся трактовка потихонечку взята на вооружение Что нужно было тогда Западу для формирования какой-то новой идеологии Им нужно было, не реабилитируя нацизм и фашизм, избавить Запад от вины за него И развенчать, так сказать, Советский Союз как главного победителя Вот это они не могли стерпеть, постоянно подтверждая и признавая нашу роль И поэтому появляется вот эта доктрина о том, что это были два одинаковых мерзких тоталитарных монстра Что коммунизм и нацизм тождественные тоталитарные идеологии Что, как пишет Нольта, Вторая мировая война была частью всей европейской гражданской войны Начатой большевиками в 18-м году Там у него полно всяких натяжек, но смысл его рассуждений на самом деле приводит к Такому, знаете, завуалированию задачи гитлеровских захватов Там исчезает разница между фашизмом итальянского типа и нацизмом Потому что расовой теории он вообще не касается Фашизм итальянского типа это возведенный в абсолют этотизм То есть обожествление государства, которое, безусловно, подавляет личности человека Но там не было расовой теории Но именно расовая теория же определяла объявления народов неисторичными Расу господ и расу рабов Оправдывала тезис о сокращении, скажем, славянского населения центральных регионов исторической России На 40 миллионов человек И репрессии против евреев Это же все из доктрины Любая задача политическая, государственная, аж требует идейного обоснования Все это у ноль-то исчезает Но это потихонечку переходит уже в корректную политологию И вот мы видим, как сейчас почти повсеместно не гнушаются этим именитые авторы-политологи И вот я задаю своим читателям во Франции вот в этом предисловии Вот, «Кереста тильда на тру виктуар» Это «Что осталось от нашей победы» Чехии издали тоже Причем всегда это было желание самих издателей А не какая-то моя такая работа, чтобы издать свои книги Я задаю неполиткорректный вопрос Скажите, вот почему вы из Сталина делаете демона всех времен и народов Каково вы никогда не делали ни из Робеспьера Который залил кровью Франции И количество жертв на душу населения до сих пор не привязывает Ну, ни Гитлером, ни Сталином Не из Кромвеля, например Хотя я предпочла бы нашу историю без Сталина и Ленина Единственный брат моего отца сгинул там в лагере в 1937 году Наверное, за этим что-то кроется другое Почему, когда ведущий польский историк в официальном органе Польской Республики Речи Посполитой газете открыто сетует на то, что Польша перед войной не договорилась с Гитлером А то бы она принимала, как там он говорит, парад победоносных польско-гитлеровских войск на Крашной площади Почему эти слова не производят шок на вас, как он бы произвел 20 лет назад? Сегодня нет Что происходит с Европой? Что изменилось в сознании? Я вот эти вопросы все им задаю И надо сказать, что книга эта Хотя она взрывает все вот эти последние доминирующие запущенные идеологические акценты на Западе Она вызвала такую дискуссию, что по канонам идейной борьбы они должны были замолчать такую книгу Они нервы, видно, не выдержали Монт, Монт Дипломатик, Ле Фигаро, Экспресс, Либерасьон, все откликнули Фигаро, вот по два, вот такой полстраницы полностью с моим портретом В чем смысл полемики? Всюду яда много очень Ни один тезис, документированный мной, не обсуждается Если бы мне сказали, вы не использовали какие-то документы А вот там у вас неполная картина, поэтому там да Или обвините меня в том, что документ я какой-нибудь фальшивый представила, нет А я там показываю политику западных держав перед войной И на документах видно, что цинизм, если хотите, Сталина Который, скажем, в пакте Молотого Риббентропа воспользовался ситуацией Чтобы отодвинуть войну против собственной страны подольше Да еще восстановить территорию исторического государства российского Которого до 1917 года никто не оспарил Ничем не отличался от цинизма лорда Саймона Который во дворце Гитлеру сказал Бельгию не трогайте, она близко от нас, а Австрию так и быть кушайте И от цинизма Рузвельта, который докладывает своему кабинету Что если будет война между Гитлером и Советским Союзом Америка вмешиваться не будет, пока один из них не станет уж так побеждать Чтобы быть господином Евразии Никто не спорит против этого, главный тезис Как она смеет думать, что у плохого государства, что есть факт Могло быть хоть что-нибудь праведное и правильное Вот такая полемика При том, что издательство с радостью мне сообщило, что книга разошлась за полгода И они делали допечатку и получили кучу писем приветственных от людей Поэтому общественное мнение в Европе, так же как у нас Очень сильно отличается от информационного поля То есть пресса, СМИ, это государство государств и везде Я не хочу сказать, что на Западе и во Франции доминирует пророссийское настроение Тоже не настолько наивно Но то, что там спектр взглядов намного шире И гораздо больше людей, чем можно было бы подумать, читая французские газеты Которые готовы воспринимать информацию о России позитивно В том числе думать, изменять свои взгляды, получив новую информацию Это факт безусловный Поэтому поля для работы там достаточное При этом я не наивна Я понимаю, что я не изменю редакционную политику или Фигаро, или Верасьон Но, как я выражаюсь, разворошить их гнездо лицемерия немножечко получается И слава богу Пожалуйста, французские историки Абсолютно параллельно с нами Ставят тему о положении в Прибалтике Именно с ревизионизмом истории И их беспокоит, как и нас Не столько даже то, что происходит в историографии Что ученые пишут, там что-то меняют, трактовки и так далее А то, что это возводится потихонечку в ранг государственной политики И вот мы даже уже готовим семинар Совместный Института демократии и сотрудничества в Париже И Центр изучения Восточной Европы На тему ревизионизма истории И Эдуард Вессон выступал в французском сенате О положении в Прибалтике Где вы у нас в прессе прочли об этом? А вот о том, что там ненавидят Россию Или какие-то гнусности Об этом у нас всегда Больше всего пишут Общественное мнение в Европе, конечно, подвергается Усиленной тоже обработке Постоянные и постепенные изменения Трактовки Второй мировой войны Проникло сознание Я не удивлюсь, если через несколько поколений А может быть даже и следующее поколение Молодежи не будет знать Кто с кем воевал Они будут думать, что воевали демократические страны Против двух тоталитарных монстров Которые просто хотели поделить мир И потихонечку это вот все туда вносится И я думаю, что наше государство На самом деле недостаточно протестовало против этого И поставило сразу вопрос о том, что мы не можем иметь дело С организациями, государствами, которые допускают такое Вся европейская идея на самом деле возникла на волне антифашистской идеи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!